Приветствую вас! Я бы, конечно, хотел бы спросить у вас, какой вопрос вы задаете психологу, потому что никакого вопроса не следует в вашем тексте, вот, но я надеюсь, что вы все-таки сформулируете свой вопрос, свой запрос, запрос, вот, ну и, может быть, даже обратитесь вместе со своей женой на семейную терапию. Вот, значит, дальше. Семейная жизнь началась 6 лет назад, приделись до брака 4 года, по факту женились, не очень понятно, что вы имеете в виду, но, в общем, если вы 10 лет уже, вот, любили друг друга до того момента, когда она почувствовала себя самодостаточной. Если это действительно так, то, что вы говорите, то я могу констатировать то, что вы себя обесценивали во взаимодействии с ней, своей женой. Я могу сказать, что вы действовали как жертва в этой ситуации, я могу сказать, что вы относились к себе и, вероятно, относитесь к себе неудовлетворенно, то есть вы неудовлетворены тем, как складывается ваша жизнь и, в общем-то, ну, в принципе, склонны себя обесценивать лучше, вот, как мне кажется. И именно поэтому ваша женщина выбрала вас для того, чтобы за счет вас поднять. С другой стороны, не очень понятно, что вы подразумеваете под почувствованием себя самодостаточной. То есть, вот, не очень, если честно, этот момент ясен, что вы понимаете, под этим, под самодостаточностью. Вот, то есть, если вы говорите, что она адвокат, то это имеется в виду, что сейчас, когда она стала иметь какой-то вес в адвокатской сфере, вы имеете в виду, что она стала вести себя по отношению к вам более высовызывающе. Но, если так, то, опять же, о любви здесь можно говорить весьма весна посредственно, и с началькой вряд ли эта самая любовь была. Так, жили три года у моей матери, сложная была обстановка, остальные годы перебивались как могли, чего-то добились, чего-то упустили, смертывали детей. Это сильнее и сильнее чувство манипуляции с ее стороны. Ну, опять же, манипуляция просто вы позволяете. Вопрос в том, почему вы позволяете? Очень прискорбно, ощущать бесполезно прожитые десять лет. Ну, здесь вам мешает ваше отношение, ваше отношение к взаимодействию супругов как к инвестиции. Вот, очень вам эта история мешает, потому что отношение это не инвестиция, отношение это не вложение какое-то, отношение это все-таки более такая перманентная история, и то, что вы относитесь к отношениям как к положению, ну, это повод пересмотреть некоторые ценности вам. Так, где эти деньги? Не очень понятно, что вы здесь имеете в виду. Она не присоединялась, мне в лицо сказать, иди поставь свои границы в моем живучем доме, при том, что вы ее оскорбили здесь. Опять же, не очень понятно, о каких личных границах идет речь, но совершенно очевидно, что о своих личных границах вы забыли. С сердечкой стороны все грамотно сделано со стороны моих родителей, чему я очень рад. Не очень, не очень. А, вы имеете ввиду, с сердечкой стороны все грамотно сделано со стороны моих родителей. А как это помогает вам? Не очень понятно. Вот, и опять же, если грамотно все сделано, почему она... Вы тогда позволяете своей жене говорить, поставь свои границы в моём или очень доме. То есть не очень понятно. Во-первых, в чьём очень доме, непонятно. Ну вот, её или ваш. Из тех, кто вроде в вашем, но тогда не ясен контекст её слов, какое это имеет значение, если это ваш дом. С другой стороны, разграничение имущества вообще довольно тревожный знак для отношений. И то, что вы начали, например, отстаивать свои личные границы только сейчас, ну это в некоторой степени решение хоть и хорошее, но запоздавое. И, естественно, человек будет сопротивляться тому, что вы выставляете личные границы, если ранее вы этого не делали. То есть всё это вполне естественно и всё это вполне нормально. Вопрос, опять же, заключается в том, как... Как вы, как в своём этом относитесь и насколько вас это всё задевает. Вот, что... Что... Пока не совсем... Не совсем ясно. Дальше... Так. Не общался со своими родными три года из-за обиды, что выкинули нас с ребёнком на улицу, но этот рок я усвоил. Какой урок, почему выкинули. Мы сейчас помирились, что произошло. Были, конечно, моменты, когда я был неправ, признавал, извинялся. Но в последнее время настолько, честно, с её стороны, что именно когда ты сам не брал, закрывай на это глаза. А почему вы закрываете на это глаза? Вот какое отношение имеет её правота или неправота? Что, кстати, ещё требует... Эм... Ну, требует... Своей корректировки, кто прав, а кто нет. У каждого же, ведь, своя правда. Вот, какое имеет отношение её правота или неправота, к тому, что вы неправы. То есть, получается здесь, что вы ищете повод закрыть глаза на свою неправоту для того, чтобы... Ну, чтобы, в общем-то, себя очистить и обвинить её, сказав, типа, ну, это она виноват. Это из-за неё я закрываю глаза на свою правоту. То есть, видите, вы перекладываете ответственность. И в этом тоже проявляется ваша жертвенность, к сожалению. Вот. Понимаете? То есть, вы не отвечаете в полной мере за свои решения, за свои действия, за свои поступки. Дальше. В интиме она стала тише и активнее. Не знаю, с чем это связано. Ставшая на меня на 5 лет, может, от этого я пойду. Вы бы возраст написали. Она стала тише из-за эмоционального отдаления. Вполне вероятно. Честно скажу, хотел бы большего чего. Работаем оба, она адвокат, я убиваю здоровье в стихах. А кто заставляет вас убивать здоровье в стихах? Я настолько разгневан и расстроен, чем, что порой уже даже сомневаюсь с своим отцом. Это неуверенность в себе. Это убивает меня больше всего. Что? Что дети могут быть не ваши? Почему? Может быть, потому что в детях вы видите свой смысл жизни. А кроме этого, его больше ни в чем нет. Почему вас это убивает? Но с этим нужно разобраться. У нас каждый день, каждый больше 10 дней скандал был. Не очень понял, был или есть, но в любом случае, в любом случае, психологическую игру и скандал, я рекомендовал бы вам изучить в качестве, ну, в качестве иллюстрации того, что происходит. От себя скажу только, что в скандалах нет правых и виноватых, скандалы принимают участие оба человека, и вам нужно выделить свою ответственность и вклад в скандалы между вами, от которого, между прочим, страдают ваши дети. И не желая признавать свою неправоту где-то и внося свой вклад в скандал, вы, в общем-то, вредите в первую очередь детям. Вот. Потом вы вредите себе и потом уже наносится вред жене вашей. Вот. Ну, так, по крайней мере, это работает. Вот. То есть, еще раз, да, в скандалах не бывает правых и виноватых. В скандалах есть просто люди, которые вносят свой вклад и которые перекладывают ответственность за свою неудовлетворенность на других людей, ну, на своего партнера. В данном случае. Дальше. Я длился только от 7 месяцев, никогда не поднимал руку и не подниму. С ее стороны мой адрес летели весьма непростительные слова. Что значит непростительные? То есть, тут вот нужно разобраться. Если слова вас задевают, а тогда то почему. Я, естественно, тоже не отставал. Почему естественно? Как можно ставить себя на один уровень с женщиной, если вы мужчина? Два раза пытались забыть и начать с нуля. С нуля нельзя начать, потому что вы игнорируете таким образом свой опыт. Я не могу, не знаю почему. Я всегда, чтобы избежать рукоприкладства, уезжаю отстал к своей матери и брату. То есть, вы подавляете свой гнев, получается. Нет. Они вместе живут. Честно, не знаю, почему так сильно держат дети. Либо секс, либо просто привычка. Ну, давайте разберемся. Давайте поговорим, разберемся, посмотрим. Вот. Я так думаю, что вас держит тоже, что и служило основанием для того, что вы выбрали когда-то эту женщину себе в жены. Вот. Я думаю, что причина в этом. Я ее не знаю, я думаю, что это в некоторой степени степени привязанность ваша к ней. Вот. Но, как бы, ситуация это меняет по большому счету. Вот. Поэтому нужно разбираться. Так сказать, вот так вот, на скидку, на скидку, на скидку нельзя ответить вам, вот, именно на то, что произошло. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.